Дорогие друзья, сегодня у нас 22 августа 2023 года. И сейчас только что произошло оглашение постановления Советского районного суда города Воронеж по делу Щербака, начальника полиции, который вывалился пьяный из-за руля и убежал скоропостижно. Целый начальник полиции города Росош пьяный управлял транспортным средством и скрылся с места ДТП. Произошло ДТП. За рулем находился начальник полиции Щербак Михаил Владимирович. Пьяный выпал, упал в эту лужу лицом и побежал вот туда по лужу. Начальник полиции где-то прячется в кустах или в гаражах. Ему пьяный может уточнить, его рвет. Ему все дозволено, этому начальнику полиции. Сколько раз обращались, что Щербак пьет, пьяный ездит за рулем. Никаких мер не принимает его руководство. Все покрывает, все его преступления, все происшествия. Пьет, на всех наплевал. Его признали виновным в совершении административного правонарушения. Самое главное, хочу что сказать, справедливость она есть. И она сейчас восторжествовала. Поэтому я однозначно уверен, что Щербак будет обжаловать данное решение суда высшестоящей инстанции. Но там однозначно он не найдет своей какой-то правды. Ну вообще на самом деле это позорная сама по себе ситуация, что начальник полиции бегает от гражданских людей куда-то в какие-то потемки. Это конечно удивительно. И конечно же, самое главное, вот этот вот кульминационный момент. Теперь он же все-таки ушел на пенсию за выслугой лет. Но теперь ему должны изменить формулировку. А для этого мы приложим свои ручки от нашей редакции. Поэтому мы, значит, напишем обращение от нашей редакции в компетентные органы, именно в прокуратуру для того, чтобы... Вот люди отвлекают. Для того, чтобы изменили формулировку его увольнения. А именно за утрату доверия. Чтобы ему жизнь медом не казалась. И каждый, кто придет на его место, понимал, что себя так вести нельзя. Ездя за рулем только трезвым, не совершая преступлений в отношении других людей, в которых обвиняли ранее этого господина. Выключите камеру, я запрещаю вас снимать, меня. И что дальше, что ты запрещаешь? А что вы не тыкаете? Потому что я тебе просто тыкаю, ты не отвечаешь на вопросы. Тебя обвиняют в преступлениях. Выключите видеосъемку. Пойди сюда. Я вопросы тебе задам. Тебя обвиняют в преступлениях, а ты скрываешься, как преступник. А меня, сударь, сегодня с утра свыше изволили отодрать. Да вы что, ваше благородие. Да, милостивый государь. И заметьте, без малейшей капельки вазелина. Поэтому всем добра, справедливость она есть, и мы ее добьемся. И уже добились. Но еще все впереди самое интересное. Так что смотрите на наш канал, не переключайтесь. Смотрите даже наши другие ролики. Обязательно подписывайтесь. Ну и смотрите от начала до конца это видео. Оглашается вводная результативная часть постановления. 22 августа 23 года судья Советского районного суда города Воронежа Бессонна с участием представителя Щербака и адвоката Шилкова, рассмотрев дело в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12. 27 КОАП РФ в отношении Щербак Михаила Владимировича, Постановил признать Щербак Михаила Владимировича виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного часть 2 статьи 12.27 КОЛАП РФ и назначить ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год. Постановление понятно? Совершенно непонятно. Постановление в окончательной форме будет изготовлено в течение трех суток, после чего направлено к лицам участвующим в деле. Не могу я не отметить судью Бессонова, но действительно вызывает уважение, несмотря ни на что, несмотря на регалии, я уверен, и давление, которое на него осуществлялось, я уверен, оно было. Но несмотря на это все, он вынес абсолютно законное, а самое главное, правильное решение в отношении гражданина Щербака. Он лишил его права управления на один год. Чего он заслуживает? Ну, понятно, мы знаем, что он заслуживает гораздо большего, в плохом смысле этого слова, но все у него еще впереди. Поэтому уважение таким судьям, которые, несмотря ни на что, выносят абсолютно законные и правильные, самое главное, решения. Не для нас правильные, а вообще по-человечески. И так получается, что по-человечески еще равно закон. Нам есть что рассказать про действующего начальника МВД по городу Ростыш, да, Щербак Пихаин. Владимирович. Здравствуйте. На прием к Михаилу Владимировичу Щербаку. У него там приемное время. Подбросил одной дамочке наркотики в сумку. В госнарк контроле, начальник госнарк контроля был в те годы, в 2017. Средство массовой информации, пятая власть. Тоже ему просил свою все время отвезти, привезти, то бухла привезти, такое, короче. Не спрашивал, там есть деньги, нету, просто там надо, привези и все. Я запрещаю вас объяснять. Владимирович, у меня есть вопросы к вам. Ну, потом уже начальником полиции стал... Тебя обвиняют в преступлениях. Купчинский. Его осудили за эту карточку. А кто вообще в этой истории еще был задействован? Щербак, вот Михаил Владимирович. Вот Лысенко меня все время говорил, типа, это просьба Щербака, чтобы, ну, помог ты с этой карточкой. Ролики выходят. Какие у вас подкупы? Выключите видеосъемку. Пойди сюда. Я вопросы тебя задам. Тебя обвиняют в преступлениях, а ты скрываешься как преступник. Были ли еще аналогичные ситуации, где ты также принимал участие в, ну, фактически, когда сотрудники полиции фальсифицировали уголовные дела? Да ну, были, конечно, много было. Я вам и хочу в суде, на ваши вопросы, где вы, пятая власть, вы не фальсифицируете всякие данные. Мне Щербак все время говорил, что надо молчать надо, а то сядешь, говорит. Тоже, да? Угу. То есть он угрожал тебя фактически тем, что тебя могут тоже посадить? Да, да. Если ты будешь что-то говорить? Да. Что дальше, что ты запрещаешь? А что вы не тыкаете? Потому что тебе будут тыкать, ты не отвечаешь на вопросы. Позвонил мне Щербак Михаил Владимирович и говорит, Андрюх, подъедь на молокозавод. Я же подъезжаю на молокозавод. Он подъезжает на своей Тойоте Гамри, 204 у него номер. В ней находился Щербак Игнин Чапуленко Евгений. Ну, они достают пузырь водки на багажнике на этой Тойоте. Начинают его распивать и мне это начинают расспрашивать, что это Блобанов сказал, не сказал про них. Если я что-то там скажу, то мне будет пиздец говорить все такие дела. Начинают меня пугать как бы. Мы хозяева города, стволы поправляют. Поэтому давайте поговорим с 14 до 16 у вас прием. Вы мне отказываетесь? Вы мне отказываетесь? Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Что вы хотели нам вообще поведать? Я так понимаю, во-первых, я чтобы в курс дела. Мы находимся в городе Росош. И нам есть что рассказать про действующего начальника МВД по городу Росош. Щербак Михаил. Владимир Владимирович. Расскажите, пожалуйста, как вас с ним судьба свела и в каком направлении вы с ним взаимодействовали? Познакомился с ним в 2017 году в конце года. У меня, короче, товарища по статье одной приняли. А меня он подтянул как свидетелем, потому что мой друг, и сказал, типа, давай дружить. Наша дружба, как бы согласился, думал, что он нормальный парень. Ну, общались, сначала нормально все было. Как бы, ну, общались и общались с ним. Он потом начал просить там помочь понятым побыть несколько раз. Был понятым, участвовал. Он работал в госнор-контроле, начальник госнор-контроля был тот, ну, в те годы. В 2017-18 году, да. Щербак Михаил Владимирович, да. По городу Росош. По городу Росош. Ну, общались, там понятым был несколько раз на обысках. И заметил в одном обыске такое. Поначалу началось, он подбросил одной дамочке наркотики в сумку. Я так посмотрел на него, он говорит, типа, у него тогда не было. А сейчас, типа, надо, чтобы было. И все. То есть вы сами видели, как... Да, я лично видел, он подбросил в сумку ей фольгу с наркотиками. В фольге были. То есть потом после этого у нее обнаружили вот эту вот сверкань? Да, они потом проводили обыск. И, естественно, в этой сумочке у нее обнаружили наркотики. Ее задержали. Повезли в отдел, все расписались. Все, как бы, это вот такое раз было. То потом начали ближе общаться. У них там служебная машина поломалась под Воронежем, под Нововоронежским мостом. Бесплатно притянул на своей машине ихнюю машину служебную. У них была четырка, госномер был на ней 253 серебристого цвета. Тоже ему просил свое все время отвезти, привезти, то бухла привезти, такое, короче. Не спрашивал, там есть деньги, нет, просто там надо привези и все. То есть фонд фактически вас использовал, так понимаю, да? Да, да. То есть когда ему нужно было что-то, он никогда за это ни за что не платил деньги? Нет, не платил. Вы исполняли его там прихоти, что он там просьбил? Ну да, просил помочь. А если бы этого не сделали, какие последствия могли бы были быть? Там я не знаю. Были какие-то от него поступали, может быть, намеки, какие-то угрозы или что-то? Или просто... Ну, первое время такого не было. Что дальше вообще происходило? Как вы взаимодействовали? На какую почву в дальнейшем? Кроме вот этих вот личных просьб, где что-то привезти? Ну, потом уже начальником полиции стал. Ну, приезжает ко мне Лысенко Сергей Анатольевич, это работа в уголовном розыске. Это был 19 или 20 год, не помню точно какой год, по-моему, 19 летом. И говорит, типа, там что-то какие-то сроки у них подходят, надо, чтобы... Давай на тебя, у тебя есть гараж, у меня есть земельный участок, на мать оформленный Достоевского, там гараж. Типа, ты занимаешься нелегально в гараже этим, ремонтом машин. И они составили там штраф 500 рублей административку. Естественно, штраф этот никто мне не оплатил, хотя сказал, что оплатит. Это была просьба Щербака, это была просьба Щербака Михаила Владимировича. Попросил он Лысенко, чтобы Лысенко приехал ко мне, поговорил со мной, отвел меня к участковым, они составили этот протокол. Звонит мне, это было, это начало апреля 2022 года, звонит мне Лысенко на сотовый телефон и говорит, типа, спустись, надо переговорить. Я же одеваюсь, выхожу вниз, они подъехали на служебной машине Гранта 252 номер серебристого цвета. И, ну, сел в машину, за рулем сидел под Дубный, это опер, с уголовного розыска, Лысенко спереди, справа сидел. Сзади со мной сидел Кальченко по форме. И Лысенко говорит, типа, надо помощь, чтобы ты, короче, оказал. Я говорю, какую помощь оказать? Он говорит, ну, нужна твоя карта для одного там дела. Так, для какого дела? Ну, короче, он у меня эту карту выключил за дня два-три. Я ему дал эту карту. Он говорит, типа, они посмотрели друг на друга. Лысенко, Поддубный, переглянулись, короче, взглядами, и Кальченко. И Лысенко говорит, положи на нее свои деньги, деньги потом тебе вернутся. Я говорю, ну, сейчас поднимусь домой, взял деньги. Они меня свозили в Сбербанк на улице Пролетарской, 74-Б. Сбербанк у нас находится. Свозили на Сбербанк. Деньги я положил, они в машине сидели, меня ждали. Я вышел, карточку Лысенко отдал. И все, и на следующий день у меня начали с нее, ну, происходить покупки с этой карты. Он говорит, я же ему звонил, говорю, покупки происходят на карте. Он говорит, ничего не удаляй, типа, это нужно для дела. И все, я потом сделаю скриншот и типа, все там поделаю. Ну и все. То есть сотрудники полиции приехали и попросили у тебя эту карту, попросили положить на нее деньги. Да, я положил лично свои 600 рублей денег на нее. Для каких целей? Для каких целей именно точно не сообщили. И тогда пошли потом списания. Да, я позвонил Лысенко, он говорит, ничего не удаляй. Мне нужно было. Когда же происходило после этого? Дальше происходило, взял он мой паспорт. А, я ему в WhatsApp и скинул вообще, паспорт пофотографировал, скинул ему на WhatsApp. Он тебя попросил. Он попросил мне, позвонил, говорит, скинь мне паспортные данные свои, прописку там тоже все. Я же ему отправил. И вот эти скриншоты, которые по покупке были, я ему тоже отправил. Потом он мне звонит, типа, говорит, так не пойдет, надо в отдел. Я же, они приехали, меня забрали. Это на следующий день было уже. Поехал я с ним в отдел, поднялся в кабинет. Он говорит, типа, что эти, короче, какие-то, ну что, смс-ки приходили, не пойдет, надо будет в Сбербанк нам ехать. Ну, что, я согласился, поехал в Сбербанк. Они там заявления сами все состряпали, быстро мне подсунули, я не читаю, их расписался. В Сбербанке мне сказали, там, приходи, короче, ну там, мы поехали в пятницу, как я помню. А мы потом, короче, там не получилось, типа, ну я в Сбербанк, вообще в Сбербанк захожу, говорю, у меня, говорит, похитили карточку, мне надо какие-то, какие-то выписки. Она, ну, говорит, типа, давайте ее заблокируем, это, я говорю, не надо, ее начнем, я говорю, вернулись другие полиции. Она в Сбербанке просто обалдела, как это так быстро, вам нашли карточку. Ну и все, я же, короче, пришел в понедельник, они меня опять свозили, созвонился Слысенко, свозил он меня в Сбербанк, взял эти, которые бумажки ему нужны были. Ну и все, я ему отдал, в принципе. То есть заявление, они фактически, то есть тебе все, так скажем, нахлевание, и ты все подписал. Да, 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 и все. Ты видел, что ты подписываешь, что там заявление было по факту кражи твоей? Я его не видел, мне просто сдали его по-быстрому, на, расписывайся и все. А дальше что происходило? Вот все это, водил полиции, все, фактура, так скажем, есть. Дальше что происходило? Ну все это как бы есть, меня никто не вызывал, ничего. Дальше 13 мая 22-го года я падаю, короче, я ломаю ногу, ходить я не мог, не спускаться, ничего, лежал дома целый месяц. Мне звонит следователь, забыл, как ее фамилия, Салтарева вроде. Ну вот они, в принципе. Короче, звонит следователь и говорит, тебе надо прийти в отдел расписаться. Я говорю, я ногу поломал, я не могу прийти ближайший месяц к вам в отдел. Это она мне звонит где-то там в конце мая. 22-го года, да? Да, 22-го года в конце мая. Ну все, она говорит, сейчас там пацаны тебя подвезут, я говорю, какие пацаны подвезут. Ну там кто-нибудь подвезет, что-то бумажки распишешься. В итоге мне никто ничего не подвез, она меня вызвала. Потом в конце говорит, можно тебя сфотографировать? Сфотографировал меня при входе в милицию, сразу так вправо и все. Я ничего не расписывался, не делал и не знаю для чего он сфотографировал мара, короче это было. И все, потом дело они направили в суд, так понимаю. То есть какого-то человека по этой ситуации осудили? Да, да. Как тебе об этом стало известно? Ну мне пришло письмо, что мне надо идти на суд, во-первых. Повестка на суд пришла в качестве потерпевшего, якобы он распутился со своей карты. Тогда ты узнал, что ты в качестве потерпевшего вообще где-то фигурируешь, правильно? Да, да, да. Ты явился в суд? Я в суд не явился, ничего. Мне звонит следователь, говорит, типа, Андрей, тебе надо пойти в суд, там твоя карта, то есть все там, короче, кто-то все объясняет. Я говорю, я никуда не пойду. Она меня, короче, долбила дней пять, звонила, звонила. Весь мозг мне, короче, выдолбала эта следователь. Попросила написать от руки, собственно, ручно, типа, что я там претензий к нему не имею. Я написал и фотографировал, отправил ей на личный номер на WhatsApp, там и фотография все было на WhatsApp, на аватарке. И все, и как бы вопрос закрыт был с этой карточкой. С этой карточкой закрыт, то человека осудили? Да, но этого человека, да, осудили, я только забыл, как его фамилия, Купчинский. Его осудили за эту карточку. А кто вообще в этой истории еще был задействован? Щербак, вот Михаил Владимирович. Вот Лысенко меня все время говорил, типа, это просьба Щербака, чтобы, ну, помог ты с этой карточкой. То есть Лысенко, когда приехал, сказал, что это просьба Щербака? Да, да. Вот все это мероприятие провести? Да, да. Но ты тогда не понимал, что конкретно хотят от этой карточки? Ну, я не понимал, что конкретно хотят от этой карточки. Я положил у нее свои деньги. Деньги мне, естественно, никто не вернул, ничего мне никто не возвратил. Были ли еще аналогичные ситуации, где ты также принимал участие в, ну, фактически, когда сотрудники полиции фальсифицировали уголовные дела? Да, ну, были, конечно, много было. Много было? Угу. Скажи, что это за обстоятельства? При каких обстоятельствах? Ну, вот на обыске они подкидывают там, ну, сверток махорки такой вот они. То есть ты, когда, будучи понятым… Ну, конечно, я же вижу, да, я же вижу, что у нас рукава у него выпадает. А почему ты не реагировал в данном случае? Ну, не знаю. А на тебя какое-то давление оказывалось? Ты чего-то боялся? Ну, конечно, переживал. А что, вот, как ты думаешь, могло произойти, если бы вот ты что-то сказал там, на месте, что-то увидел, что это неправильно? Ну, не знаю, мне Шарбак все время говорил, что надо молчать надо, а то сядешь, говорит. Тоже, да? Угу. То есть он угрожал тебя фактически тем, что тебя могут тоже посадить? Да, да. Если ты будешь что-то говорить? Да. После этой карточки, короче, проходит у меня нога, я начал двигаться, все, выздоровел ходить. Звонит мне опять этот гражданин Лысенко и говорит, надо, короче, переговорить, спустись. Я опять был в данный момент дома, спускаюсь. Он подъезжает и говорит, там тебе, говорит, вписали, короче, в одну фигню. Говорит, сделали этот, короче, вписали, там ездит Х5 какой-то, три пятерки тонированный по городу. Дальше, естественно, опять начало возникать, говорю, ну что-то за херня, что меня везде вписывают, кругом. Он говорит, да это Шарбак попросил там что-то, говорит, все нормально, не переживай, мы тебя сами опросим, все хорошо. И все как бы, ну как бы, ничего нигде не расписывался, он просто меня как бы приехал, предупредил. Потом ко мне… Что ситуация в итоге получилась с этим Х5? В итоге получилось, меня вызывает сотрудник, этот, Новик, на пост ДПС и говорит, типа, вот, Х5, номер только не три пятерки, а три восьмерки, еще и Лексус белого цвета, три восьмерки номер. Типа, вот так, ты заявил на две машины, что, хотя мне сказали вообще про другую машину, я вообще, получается, на какие-то две другие заявил. А что именно заявил? Ну, то, что они ездят по городу тонированные. И административку они тоже лепили, получается, не только преступления какие-то, но еще административку. Да, 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 получается так. 28 июня, 22 года, да, стою я в своем дворе на улице Алексеева возле 20А дома, подходит ко мне, ну, гражданин, смотрю, идет ко мне навстречу. Подходит, ну, представился Лобанов, Антон Геннадьевич, все дела. Говорит, типа, зачем ты на меня написал вот эти заявления? Ну, я вообще их как бы не писал. И потом начали когда выяснять, они купцы вот эти зарегистрировали без моего ведома, потому что у них участвовал понятым, у них были мои данные, вот именно у Шербака. Это опять была просьба Шербака Михаила Владимировича. Позвонил мне Шербак Михаил Владимирович и говорит, Андрюх, подъедь на Малакозавод. Я же подъезжаю на Малакозавод. Он подъезжает на своей Тойоте Camry. 204 у него номер. В ней находился Шербак Енищепуренко Евгений. Ну, они достают пузыреводки на багажнике на этой Тойоте. Начинают его распивать, и мне там начинают расспрашивать, что я там Лобанову сказал, не сказал про них. Если я что-то там скажу, то мне будут... Он говорит, все такие дела. Начинают меня пугать как бы. Говорит, никого не бойся, он такой херовый, он бандит, он жулик. Мы хозяева города, стволы поправляют. Они дежурили, я не знаю, у них валы по бокам висят. Не знаю, откуда они там вообще взялись. То есть они приехали туда, начали пить водку. Да, потом пьяный поехал домой к себе в село Марьевку. Довез этого не Чапуренко Евгения домой, в старый город. Он там на Володарском вроде доживет. Ченоборовского. И все, я поехал потом домой, да. И он много раз ездил пьяный, я лично это видел. Таких историй много. Скажи, как ты считаешь, вообще вот такой руководитель на месте, Щербак Михаил Владимирович, вообще достоин звания полицейского и служить? Да, конечно, не достоин. Где его место, как ты считаешь? Там, куда он раньше отправлял людей? Да, да. Место ему в тюрьме. Полиции ему делать нечего. Я думал, он нормальный парень, а он такой говнястый. Людей стремляет в розетку и пользуется. Он делает палки, статистику себе получается. Да. За счет других. Уважая на сам преступление, обвиняя невиновных людей. Совершенно верно. Здравствуйте. Здравствуйте. На прием к Михаилу Владимировичу Щербаку. У него там приемное время, а? Заговаривались? А у него 14 до 16 приемное время. Сейчас, секунду. Да, конечно. А что им на территории? Еще нет на собой. Еще нет на собой? А время сколько? Как у нас там по времени? Что у нас там? Время 14.04. Как ты? Еще не пообедал? Ну, есть какая-то связь там. Так, ну, вы, наверное, уточните. Или мне? Если разрешите, я подойду. А когда будет? Время-то уже 14 часов. 14.04. Что? Откуда? 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 Я, точнее, надо сказать. Кому? Куда? К Михаилу Владимировичу Щербакуя. У вас с ним договорено? У него приемное время с 14 до 16 часов. Сегодня 20 число. Поэтому мне не нужно с ним договариваться. Я в приемное время к нему приехал. Средства массовой информации, пятая власть. А как ты думаешь? Воровин. Угу. Я запрещаю вас меня снимать. Владимир Владимирович, у меня есть вопросы к вам. Ну, есть вопросы. Я к вам на прием пришел. Я вам и хочу в суде. На ваши вопросы, где вы и пятая власть. Вы меня посетитируете всякие данные. У вас с 14 до 16 часов прием. Я к вам на прием. Выключите камеру. Я запрещаю вас снимать. И что дальше? Что ты запрещаешь? А что вы мне тыкаете? Потому что я тебя буду тыкать. Ты не отвечаешь на вопросы. Тебя обвиняют в преступлениях. Тебя обвиняют. Поэтому давайте поговорим. С 14 до 16 у вас прием. Вы мне отказываете? Вы мне отказываете? Все вопросы в пресс-службу. Вы препятствует действительного журналиста. Вы что делаете? Вы препятствует действительного журналиста. Ролики выходят. Выключите видеосъемку. Пойди сюда. Я вопросы тебе задам. Тебя обвиняют в преступлениях, а ты скрываешься как преступник. Пойдем. Вы препятствуете действительного журналиста. Вот это сейчас что? Дайте я пройду. Проходите, проходите. Дайте я пройду. Дайте я пройду. Дайте я пройду. Что вы делаете? Дайте я пройду. Вам сказали. Я пришел на прием. Приходите без видеокамеры. В смысле без видеокамеры? Где это написано? Я пришел на прием. Пропустите меня. Договаривайтесь. Примут. Пожалуйста, заходите. С 14 до 16 у нее прием. Ну вот ожидайте. Примут. Когда? Когда примут? Я вопрос задам. Когда примут? Я вопрос задам. Никогда. Чуть руку не прищемили. Видели, да? Никогда. Действуют как преступники. Только что был в прокуратуре, меня прокурор Метлев сегодня послал культурное Ветлево на три веселых буквы. И никто не звать тебя никак. А сейчас вы сюда к начальнику? Я сюда в прошлом году пробовал четыре раза. Никто. Ничего. Кто такой? Такой-то, такой-то. До свидания. Мы тебя не примем. Вот такое отношение. А вы житель Росуши, я так понимаю, да? Был избит. Скрипченко Андрей Васильевич. Это что? В Шапочниковке. Предприниматель. На рабочем месте. Он был в наркотическом и алкогольном опьянении. Это было 7 сентября 2021 года. Позвонил мне участковый Минченко. Сергей Николаевич. Сказал, мы с тобой встретимся. Через 9 месяцев отправил только бумаги на судмедэкспертизу. И то, после моих неоднократных жалоб. И что дала прокуратура указание отменить его решение. И по сей день толку никакого. Факт избиения есть? Есть. Нарушения законов есть. Ни взяты показания ни с меня, ни со свидетелей. С моей стороны. Вот такое отношение. Вот такое отношение. Вот такое отношение. Здравствуйте. Здравствуйте. Приняйте заявление о преступлении. Еще раз поставите, пожалуйста. Заявление о преступлении сможете принять? По факсу вы хотите? Нет, нет. Я устно сейчас вам хочу заявить об этом. Ну, заявление же нужно писать. Я устно хочу заявить. Совершено, значит, преступление по 144-й статье Уголовного кодекса. Воспрепятствование деятельности журналиста. Я нахожусь сейчас в городе Россош. У отдела полиции. Пришел на прием к Щербаку Михаилу Владимировичу, начальнику отдела полиции. В приемное время. В грубой форме по распоряжению Щербака, дежурным, была применена ко мне физическая сила. И меня выставили из отдела полиции. Считаю это воспрепятствование деятельности журналиста, так как являюсь главным редактором средств массовой информации «Пятая власть». Поэтому примите, пожалуйста, заявление по этому поводу устное и направьте сюда следственную оперативную группу, потому что это подследственность следственного комитета. Ну, поймите, вам лучше сюда прийти. Нет, вы, наверное, не совсем поняли. Если вы некомпетенты принимать такие заявления устно, тогда соедините с вашим руководителем, кто готов принять заявление. И сюда необходимо... Сейчас нарушаются мои права как журналиста, главного редактора издания. Мне необходимо попасть на прием. Ко мне переменили физическую силу. А следственный комитет сейчас межрайонный бездействует. Я только что заявил о преступлении. Ну, руководитель просто занят. Сейчас у него человек по обращению пришел. У вас дежурный есть кто-то непосредственно выезжает на место в совершении преступления? Ну, если следователь по Росоши, его, к сожалению, сейчас нет. А где он? Он в прокуратуре. То есть, если совершено преступление, никаких действий со стороны следственного комитета Росошанского не будет? Правильно я понимаю? Ну, руководитель вот сейчас освободится. Я же могу ему передать. Так. А вы могли бы... Я сейчас вешу сейчас на трубочке. Я сейчас нахожусь у отдела полиции. И мое право сейчас грубо было нарушено. С применением физической силы. Незаконно, значит, отдал такой приказ Чербак, начальник отдела полиции. Я хочу, чтобы мои права были восстановлены. Поэтому к вам обращаюсь сейчас. Я готов подождать. Подождите, я попробую подойти к руководителям. Я жду. Я жду. Алло. Да. Я сейчас вам передала, но так как у него человек сидит... Он вопрос... Сейчас. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Серов Вадим Юрьевич беспокоит главный редактор СМИ «Пятая власть». Да-да, здравствуйте. Вам рассказать вкратце, что случилось? Да-да. Смотрите, я пришел на прием в приемный день. То есть 20 февраля, один день в этом месяце, прием у начальника отдела полиции, у Чербака Михаила Владимировича. Я специально в этот день выбрал время, приехал в назначенное время. То есть 14 до 16 приемное время. Приехал, зашел в КПП, ожидал. Он еще в 14 его не было. В 14.30, где-то в 14.40 он, примерно, появился. На КПП, на проходной, сказал меня не пропускать, на прием меня, значит, не принимать и выставить меня за дверь. Соответственно, дежурный применил ко мне физическую силу и выгнал меня из отдела полиции. Это воспрепятствование деятельности журналиста. Значит, 144-я статья Уголовного кодекса в данной ситуации. Подведомственное следственное комитет, поэтому прошу отреагировать и обеспечить, восстановить мои права, значит, по этому поводу, чтобы я смог все-таки пообщаться. Сейчас. Что-что? Я сейчас прямо у отдела полиции здесь нахожусь. Можете следствовать на комитет, подъехать на площадь? Нет, я не могу подъехать следствовать на комитет. Я здесь нахожусь, потому что я хочу попасть на прием. По этому поводу здесь необходимо, чтобы следователь приехал, опросил сразу Щербака и дежурного, кто здесь на месте. Телефон у вас можно? Конечно. Готовы записать? Да, напишу. 960 100 00 00 34 Еще раз фамилирую, что можно? Серова Вадим Юрьевич. Скажите, сколько по временем мне ожидать здесь? Да сейчас вам перезвоним сейчас. Хорошо, ожидаем. Перезвоним сейчас. Алло. Алло, Владимир Юрьевич, да, следственный комитет вы набирали. Да, да, да. Сейчас вы сам на месте? Да, на месте, да. К вам прибудет следователь по верху, он к вам подойдет. Скажи, через сколько примерно будет? Ну, пять минут, говорю. Хорошо, хорошо. Вы там на месте будете, да? Да, 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 я на месте. Чтобы он вас увидел. Хорошо, все. Он телефончик мой, вы ему передали? Я ему передам, да, да. Все, отлично, спасибо. Хорошо. К вам подойти? Да. Отлично. Я предупреждаю, что на территории отдела съемка запрещена. Это почему? И с тем, что на желтый уровень опасности это является режимом объекта. Ага. Так, дальше? Все. Дальнейшее действие? Дальнейшее действие. Можете отсюда снимать с улицы, что хотите. Заявление принимать будете? Конечно, что хотите. Мне необходимо попасть к начальнику отдела полиции Щербаку Михаила Владимировича. Прием сегодня я осуществляю. Если хотите, я вас прием. По любому интересу. А кем вы являетесь? Начальник отдела. Начальник отдела? Да. А как ваша фамилия? Шевченко. Если хотите, я вас сейчас прием. А почему я не могу к Щербаку попасть? Ну, я сегодня осуществляю прием. Подождите. 20 февраля, а указано, что Щербак Михаил Владимирович… Там местные изменения. Где? Ну, наши распорядительные документы. То есть, сегодня Михаил Владимирович не принимает? Не принимает. Я принимаю. А в какие дни он принимает? На следующий месяц график надо смотреть. А где… Он уже принимал в этом месяце. В этом месяце принимал? А в какой день? Да их надо посмотреть у секретаря. В какой день у него на следующий месяц будет прием? Да сейчас узнаем. Сейчас узнаете? Ну. Узнайте тогда и скажите мне. А тогда к вам… Я так понимаю, он в вашем подчинении, да? Ко мне можете просверлить. Что? Да я могу, в принципе, здесь задать вопросы. Я не отвечаю на вопросы. Можете снимать? А не отвечать на вопросы? Нет. Все через перестру. Скажите, пожалуйста, данный сотрудник вообще… Я не отвечаю на такие вопросы. Вы в курсе, что гражданин заявил о том, что Щербак фальсифицировал преступление? Еще раз. Ваше имя и отчество. 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 Какие именно? Лицо, фамилию. Я являюсь официальным документом. Прошу в СМИ не освещать, в интернете тем более. Мои данные. Ваша просьба услышана, но не удовлетворена. Спасибо. Все? До новых встреч. До новых встреч. До свидания. А когда вы сообщите мне, когда в Чербаку может быть в гости прийти на прием? После 25-го числа появляется график. Появляется график. Вот так. После 25-го числа появится. Я смогу к нему прийти на прием, посетить его. Правильно я понял? Конечно. Это ваше право. Сейчас у него нет приема? Я осуществляю. Он сегодня принимает. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Как можно ознакомиться с графиком приема? Через официальный запрос. Сейчас конкретно? Через официальный запрос. Сейчас конкретно? Никак. Почему никак? Я вам ответил на ваш вопрос. Подождите. Гражданин приходит в отдел полиции. Вот он дошел до калитки, хочет попасть к начальнику. Как ему ознакомиться? Скажите. Через официальный запрос. То есть он должен интернетом воспользоваться? Правильно я понимаю? Через официальный запрос. Ну каким образом? Интернет, почта. Через официальный запрос. Так у меня вопрос. Я не понял, как можно? Что такая закрытая? Через секретарь. У вас желтый уровень опасности в головном мозге. Вот где у вас опасность, понимаете? Вы сами опасны для общества, для людей с таким поведением. И Щербак в первую очередь обратить на это внимание. Вы все сказали? Да, все. Я вас выслушаю. До свидания. До свидания. Старший следователь Недиков. Недиков Вячеслав Борисович. Старший следователь Новоусманского. Прекомандированный. А, вы сюда прикомандированный. Понял. Отлично. Пройдемте тогда осмотрим место происшествия. Да, конечно. Продолжение следователь. Да, да, да. Здравствуйте. 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 Снова. Осмотр место происшествия. Сообщите я Александру Сергеевичу. Нам бы еще как-то Михаил Владимировича увидеть, главного виновника торжества. Щербак Михаил Владимирович распоряжение дал выпроводить меня отсюда. Дежурному пришлось его исполнить. К вам никаких претензий я не могу иметь. Просто вы, человек подневольный, обязаны приказ выполнять. Кого-нибудь дождете в коне? Да, да, да. Вы единственное у меня к вам смотрите. Михаил Владимирович Щербак, виновник торжества. Он отдал распоряжение меня. Его необходимо туда будет опросить. Отлично. Вопрос такой. А где информация вообще для граждан для ознакомления? По поводу чего? Ну, вообще приема там вот эти все. А мы там же достали улицу. На улице, да? Да. Там и график приема все есть, да? Да, должно быть. Сейчас проверим. Вот, Щербак. Шевченко Александр Сергеевич, получается, нам соврал. Выходит так, потому что на графике совершенно другая информация. Точнее, та самая, про которую я и говорил. Что Щербак, время приема у нее не изменилось. Ну, а Шевченко обманул одни лжецы, почему-то нас окружают здесь, в отделе полиции. Ну, мы пока вот со следовательным следственным комитетом здесь проводим, смотрим из происшествий. Но пока мы еще ничего не делаем, никаких действий. Там вот, хочу сказать, что Щербак в норке спрятался. Он в норке просто. И Шевченко обманул, к сожалению. Кстати, Шевченко, вы у нас являетесь, да? И вот вы мне соврали. Что? Освободу того, что сегодня. За счетом не принимают. Ну, как так? Я принимаю. Ну, а как это получается? Можете официально сделать запрос? Ну, парите, вот там будут висеть... Ну, не сделают там изменения, бывает. Не сделали, бывает. А как человеку понять? Вот сегодня, кто хотел к кому попасть... Сослов к ваших конкретно? Да. Кто хотел попасть к кому на прием, все попали. Даже вы можете попасть. Да. Ну, такие вот сбыли, вы говорите, я не буду на эти вопросы отвечать. Как так получается, Щербак взял, заставил сотрудника ДПС потерять в 8 раз видеозапись? Доказательства преступления в отношении СССР, которые вы знаете, да, СССР? Нет. Я вам не знаете? Не читайте новости, не запросов никаких, ничего не было. Глав проверку... СМИ вам даст все официально ответы. Какое СМИ? ОБОС, ГУД. Главное, на пресс-службу? Конечно. Ну, вы говорите, с вами уже поговорить на антене. Конечно. Поворите, ну, я вам на все вопросы пишу, что все вопросы... А, вот ответный стандарт. Конечно. Понятно. Ну, а о чем тогда говорить? Ну, разве нормально, вот в глазах... Время, что там поменяли табель. Я зашел, посмотрел, ну, что там поменяли. Ну, знаешь, нерадивый сотрудник. Ну, нет, нерадивый сотрудник. Ну, и понесут наказание, соответственно. Понесут? Конечно. А вы? Понесете наказание? Конечно, если соштет нужно. За что? Есть за что? Конечно. Есть за что? Конечно. Всегда найдется. У вас невиновных нет. А скажите, а как тут со светом? Тут просто проблема со светом у вас. Вы в курсе, да? Посмотри. Нет, вы в курсе? Тут для приема я сюда хочу. Здесь езди посиди. Здесь курса светла нет. Там есть стулька. В курсе, что света нет? Вы сломали? Нет. Я вас за спрашиваю. Посмотри. Нет, вы в курсе или нет? Ну, посмотрите, темнота. Работает там свет. Нет, перегорило. Не перегорило. Тут или туда пройдите. Там светло. О, снова. О, выключилось. Светлая лампа не горела. Проблема с проводкой. Так это давно сказали. Можете посидеть. Мы же... Да я вам задаю вопросы, вы на них не хотите отвечать. Я все вопросы отвечу. Ответите? Конечно. Пойдемте. Все вопросы, которые я имею в состоянии. А, так, подождите. Вот, которые меня интересуют, вас в состоянии ответить, да? А я не знаю, что вас интересует. Ну, давайте задать. Вы готовы? Вы готовы, нет? Я всегда. Почему улыбка у вас сразу упала? Вот скажите, почему Щербак дал распоряжение подчиненному своему сотруднику ГИБДД, которая оформляет материал, за Иченко, потерять материал? Обращайтесь с ним. Ведь по этому делу, ведь снова что-то возбудилось. Следственный комитет даже материал проверки. То есть вы не можете ответить, а говорите, что можете. Не нужно вам, человек. Правильно я понял? Вы стоите. Надеюсь. Да, конечно. Давайте, вылезайте. Не переживайте, мы вас решить не примем, мы ведаем, еще пригласим. Шевченко, улыбнитесь, пожалуйста. Пожалуйста, выключите. Все, я понял. Все, до свидания. Саш, вы понимаете, что нельзя, вот это просто печально. Это, конечно, ужас, что мне здесь снимать. Шевченко, как мышка в норке прячется где-то. Вот такой вот он у нас. У меня обращение к руководству МВД по Воронежской области, к Бородину. Обратите внимание, как ведут ваши сотрудники здесь на местах, что это просто какие-то местные царьки, особенно вот этот вот Щербак. Я почему-то думал, что Шевченко абсолютно адекватный начальник, но, как оказалось, нет, он еще и врет в лицо. Здесь вот мы видим, мы вот на том информационном стенде наблюдали, что график приема сегодня все-таки есть. И сейчас они переобуваются, что его нет. Что такое он у меня? Вам опять Шевченко до нас прожилие выйти, да? Ну, не надо. Вы выйдете прямо, вы будете снимать, что хотите. Снимайте, а где? Я снимаю себя сейчас. Я вот там, вот видите, как, вот такой, знаете, вот, не знаю даже, как это назвать, но преступники так себя ведут, но явно не сотрудники полиции. Все там боятся чего-то там, на видео вдруг что-то попадет. Я ничего такого противозаконного не делаю. Осуществляю видеосъемку абсолютно законно, на законных основаниях. Поэтому мне обращение к руководству МВД по Воронежской области, пожалуйста, обратить внимание, проведите проверку. Щербак сегодня повел себя абсолютно недостойно звания сотрудника полиции. Шевченко, я тоже на это обращаю внимание, врет в лицо, тоже недостоин звания сотрудника полиции. Но Щербак должен уйти на пенсию в самое ближайшее время.